Для Светланы Гайшун сезон консервации только начался, но женщина уже вовсю трудится на кухне. Натирает морковку, режет перец, лук и помидоры. Рецепту такого салата в банке научила еще мама. Это отличное дополнение к столу как зимой, так и летом. Без своих помощников хозяйка никуда. Дети с удовольствием присоединяются к общему делу. Потом расстаем гостям или знакомым иногда. Но салаты, огурцы 10 банок трехлитровых, ну вот сколько получается. Мы поняли, что очень важно делать свое. Во-первых, оно вкусное, оно сделано с любовью. Ты знаешь, сколько там положить ингредиентов, сахара, соли по вкусу нашей семьи. Первое правило консервации – все овощи, фрукты и грибы должны быть свежими и целыми. Перед готовкой плоды нужно тщательно промыть. Стеклянная тара без повреждений и сколов. Крышки стоит выбирать непогнутые и так, чтобы они плотно садились на банки. Герметичность – условия долгого хранения. Удобный способ стерилизации – духовка. Сначала хорошо промойте тару, высушите и поставьте вниз горлышком. Затем медленно нагревайте в течение получаса. В конце выключите и дождитесь, пока стекло полностью остынет. Хранить консервацию лучше в прохладном месте. Температура должна быть ниже 10 градусов. Идеально подойдет погреб. Домашние заготовки удобны и полезны, но могут таить опасность. Именно они – самые частые причины ботулизма. Инфекция живет только при отсутствии доступа кислорода. Поэтому не стоит покупать консервы на рынке или у случайных людей. Дети очень сильно восприимчивы к ботулотоксину. Поэтому нужно только термически обработать. А лучше не давать маленьким детям то, что приготовили из консервации. Лучше сварить кашку. Явные симптомы – тошнота и рвота. Есть шанс и летального исхода. Поэтому лучше наслаждаться плодами природы в свой сезон. А если все-таки решили заняться консервацией, четко соблюдайте правила заготовки и советы специалистов. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бабруйск, 360.